МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Влияние» на телеканале «Импакт». Я рада приветствовать вас! Меня зовут Нелли Мертос, я из Германии, из церкви Пятидесятников города Оснобрюк. Сегодня мы будем говорить о теме обольщения в церкви и обольщения в пророческом служении. Наряду с неординарными пророческими служениями, поднимающимися сейчас в церкви, нам могут встретиться и псевдопророки. Этого следовало ожидать. Господь предупреждал нас, что всякий раз, когда он сеет пшеницу, сатана сеет плевелы. Враг не спит, он старается противиться Божьей благодати, Божьей воле, Божьим дарам, Божьим действиям. Он старается имитировать все откровения, все действия, все дары, которые есть в Царстве Небесном. Иисус сказал, что в последние дни многие лжепророки восстанут и многих прельстят. 24 глава Матфея. Сообщение о том, что будет много лжепророков, одновременно указывает на то, что появится много и истинных пророков. Обучение тому, как обращаться с плевелами, является частью нашей подготовки в Божьем Царстве. Всякий раз, имея дело с лжепророками, мы будем обретать более глубокое различие. Мы должны избегать, мы не должны избегать подобных испытаний. Наоборот, встреча с лжепророками порождает большее стремление найти истину. Я сегодня буду рассказывать вам очень много примеров из личной практики. Когда мне было еще лет 17, мы поехали в один из городов России. Мы были в группе молитвенников, но одна женщина, она была цыганского происхождения, восстала против моей сестры Лили, была недовольна ее позицией, потому что Лиля не соглашалась с некоторыми нашими теологическими измышлениями. И во время молитвы эта цыганка, которая уже являлась Пятидесятницей, пророчествовала на Лилю всякие угрозы. Она говорила, ты погибнешь, Бог тебя низвергнет, Бог тебя уничтожит. Я слушала, слушала эти длинные вести, как она называла, пророчества, которые были больше похожи на проклятия. Я просто встала и сказала, замолчи во имя Иисуса Христа, я не хочу слушать твои выдумки. Было очевидно, что это не Слово Божие, потому что эти вести не соответствовали Духу Писания. Бог никогда не поражает человека, Он предупреждает его о проблеме и указывает выход. Что делала цыганка? Она посылала угрозы. Было время. К нам пришла сестра из соседней церкви. Мы как раз проводили энкаутеры, и меня поставили с ней служить. Она тоже была из Пятидесятников, но в ее сознании были большие проблемы. Я видела, что у нее был дух отверженности. Она сама еще была недостаточно исцелена, но пыталась служить другим людям, и поэтому к ней имел доступ дух обольщения. И я убедилась в этом, когда я служила вместе с ней. На энкаутер к нам приехала женщина из Литвы. Эта женщина была высокого класса, по-моему, она имела свой магазин. И когда мы служили ей и выясняли, какие у нее проблемы, задавали встречные вопросы, и вот моя сотрудница, так сказать, стажер, которая сидела рядом со мной, говорит мне, я вижу видений, говорит не мне, говорит эта женщина из Литвы, я вижу видений, что у тебя есть цепочка, деревянная, которая заколдована, и из-за нее в твою жизнь пришли проблемы. Эта Литовка отвечает, у меня вообще нет деревянных цепочек. Женщина рядом со мной закрыла глаза, так сказать, служительница, закрыла глаза и говорит, знаете, я вижу на этой цепочке посерединке еще перламутривые элементы, перламутривые бусинки. Литовка отвечает, у меня нет такой цепочки, ни перламутривой, ни деревянной. Началась проблема, я пыталась выровнять, сбалансировать ситуацию, вставляла свои предложения, чтобы успокоить их обоих, потому что начался спор. Тогда в третий раз моя сотрудница закрыла глаза и говорит, знаете, я вот чувствую, я думаю, что я получила словознание, что вы эту цепочку купили на рынке у цыганки. Литовка говорит, я никогда ничего принципиально у цыган не покупаю. Ваши откровения неверные, как я могла себя чувствовать, когда мы служим женщине в освобождении и предоставляем ей ложные откровения. Я тогда попросила своего стажера, чтобы она больше не открывала рот и сказала, пожалуйста, позволь мне послужить этой женщине, а ты до конца нашей встречи сиди, пожалуйста, молча, потому что нужно было исцелить ситуацию. Так что бывает, и среди служителей какие-то диссонансы, недоразумения в связи с тем, что мы предварительно не проверили этот сосуд, насколько он тонкий, чистый, обновленный Богом, был момент, когда эта же сестра подошла к одной женщине, ну, скажем, Надежде, в церкви и говорит, вот мне было, вот мне было. Это ее любимое выражение. То есть она не может утвержденно сказать, мне было откровение. Она говорит обобщенно, вот мне было, что ты противишься мужу. Твой муж хочет продать дом, а ты отказываешься. И Бог говорит тебе, если ты не смиришься, ты подвергнешься поражению. Сестра Надежда заулыбалась и сказала, ситуация выглядит совершенно наоборот. Мой муж не хочет продавать дом, а я настаиваю. А вы просто украли новости, потому что я объявила это сообщение на ячейке. Вот такие бывают у нас иногда псевдопророки, которые пытаются занять какой-то пьедестал, но на самом деле они не утверждены Богом. И мы должны быть очень осторожны, когда в церкви появляются такие люди, желающие поднять себя, но не несущие чистое откровение, чистое Слово Божие. Многие церкви отвергли пророческое служение, потому что пострадали от лжепророков или были свидетелями незрелых пророков. Все пророки делают ошибки. Но нам очень важно отличить ошибки от ложного пророческого духа, от действия лжепророческого духа. Фальшивые деньги существуют только потому, что есть настоящий, есть оригинал. У врага есть подделка каждого истинного пророческого дара. И любая подделка обладает значительной силой воздействия. Я расскажу вам еще один случай. Мне сообщили, что к нам приедут пасторы из Хайфы. «Пожалуйста, Неля, приди, это сильные пророки, и можешь поучаствовать, ты получишь вести от Бога». Я с мужем опоздали. И подружка открыла нам дверь и говорит, «Неля, здесь такое творится, всем нам раздают мантии славы». И она была покрыта еврейской накидкой. Я говорю, «Ну, значит, мне не достанется». Я уже чувствую, что, возможно, мне опять придется разоблачать действия лжепророческого духа, потому что в этих действиях заметна была фальшь. Конечно, я верю в то, что люди могут быть покрыты еврейскими платками, азиатскими, какими хотите. Но когда эти действия происходят целенаправленно, и в этом есть система, здесь можно подозревать действия лжепророческого духа. Это была форма. Я зашла в зал, я вошла в зал. Все уже получили слово откровения. Была смешная картина. Люди стояли парами, накрытые еврейскими подушками. Одной подушка на две головы. Некоторые были в платках, в покрывалах в еврейских. Как раз шло поклонение, прославление. Трое людей, которые приехали из Израиля, они вели прославление. Я думаю, кто же из них пророк? Мужчина играл и пел. И рядом стояли две женщины, которые как бы должны являться пророками, потому что это были новые лица, и я догадалась, что это и есть гости. Я заглянула в глаза одной женщине и думаю, какая же она пророк. Там бездна в глазах. Да это настоящая тигрица. Потом я подошла к другой женщине, которая меня поманила рукой, чтобы она мне могла служить. Я посмотрела ей в глаза, говорю, да это же левица. Это мое было сравнение. Я увидела, какой доминирующий дух у этой женщины. Хорошо, думаю, если это обман, то у меня будет еще одна возможность записать факты о лжепророческом служении. Я встала в сторону с магнитофончиком. Она подошла к моему мужу и начала ему пророчествовать. Первые действия, которые она произвела, сразу убедили меня в том, что это лжепророческий дух. Она начала поднимать его на пьедестал. Мой муж очень скромный человек. Он пастор, но он аккуратный, нежный, скромный человек. Он совершенно не является никаким пьедесталом и величием. Но она стала говорить ему, ты, я сейчас не буду дословно говорить, я скажу суть, ты самый великий на земле. Земля преклонится пред тобой. Ты будешь как Иов. После тебя никто не будет говорить. Вся земля ходит к тебе за советом. Я стою улыбаясь. Думаю, это совершенно неправда, потому что на факте ничего из этого не происходит. Было видно, что это фальшь. Она не знала характер моего мужа, его деятельность, но она провозглашала ему высоты и величия. Я решила, что она мне не будет пророчествовать. Я решила, что я понаблюдаю, что она будет делать дальше. Я встала еще дальше. Она видит, что я не хочу к ней подходить. Тогда она взяла стул, перевернула его задом наперед и, подняв одну колену на стул, стала указывать на меня. Сейчас будут раздаваться дары. Ты получишь дар истолкования. И с таким опломбом, с таким величием, с таким пафосом. Я думаю, женщина, ты опоздала. Я уже пять лет служу в даре истолкования. Здесь стала еще более явная фальшь. Потом она сказала, вы остались последние, давайте я вам послужу. Я стала призывать кровь Иисуса Христа. Я говорю, Господь, я не хотела бы, чтобы она возлагала на меня руки, потому что я вижу, что действие лжепророческого духа явно функционирует. Я стала в стороночку, сказала, хорошо мне пророчествуйте. Она пыталась приблизиться ко мне и говорит, пой на языках, пой на языках. Я стала петь сдержанно на языках, а внутри призывала кровь Иисуса. Она видит, что я не поддаюсь, и говорит мне, она толкнула меня сильно в живот пальцем, так больно, резко, и говорит, пой отсюда, пой отсюда. Я все равно пела сдержанно и призывала в защиту кровь Иисуса. Потом она говорит мне, ты иссохшая земля, но я оживляю тебя. Она говорит, ты хочешь быть в Новом Иерусалиме? Я не хочу отвечать лжепророческому духу, да. Я говорю, я там буду. Она еще раз меня спрашивает, ты хочешь быть в Новом Иерусалиме? Я говорю, я там буду. Она не знает, как со мной совладеть, и тогда начала мне просто пророчествовать всякие глупости. Я все это записывала на магнитофон, и потом она сказала, аминь, пришли еще новые люди. Я спросила Господь, что это за дух действует в ней? Я чувствую, что это лжепророческий дух. И Дух Святой сказал, что это чужеродный дух, но имя мне не было названо. Когда я пошла домой и молилась, Дух Святой сказал, что имя этому духу Иезавель Управляющая. Я позвонила пасторам этого города, объяснила ситуацию, спросила, что это за личности, и пастор сказал, да, я знаю, есть такая группа здесь, это две женщины, которые лет восемь назад вывели из церкви одного из пасторов группу людей, желающих иметь особенное духовное вдохновение, особенное руководство, детальные откровения на каждый день. Таким образом, она разделила церковь, находилась с этими тридцати человеками некоторое время, потом эта группировка распалась, и у нее осталось человек пять-семь. Но теперь она путешествует по странам и говорит, что она голос последних дней. Я услышала некоторые факторы о ее поведении, например, в Литве мы служили некоторым людям в душепопечении, и выяснилось, что те, которые как раз подготовились к духовному служению, к служению пророчества, к служению освобождения, попали под ее влияние через интернет. Она опять отделила группу от церкви и самых сильных лидеров и душепопечителей, которые искали божественного ведения и сказала, что она лидер последних дней, которого Бог посылает творить что-то по странам. Эти люди теперь остались без внимания, как овцы без пастыря. Но однажды я была в Днепропетровске, и один из пастыров говорит мне, Неля, нам не нравятся твои пророчества, ты пророчествуешь о политических негативных ситуациях, нам не хочется верить, что будет война, но война-то пришла. Но нам нравятся вот такие женщины, они приезжали к нам из Хайфы, они пророчествовали всем позитивно, они пророчествовали, пьедестал, какое великое пробуждение придет, какие действия чудотворения произойдут через каждого. Это еще один признак обольщения. Дьявол сулит величие и пьедестал. Так что мы должны быть очень осторожны, когда мы пользуемся откровениями неизвестных людей. Но даже в собственных церквях мы можем попасть в ловушку. Я однажды была в Карелии, и была в семье одной женщины, которая рассказала мне, у нас в церкви есть пророчица, это была пятидесятническая церковь, у нас в церкви есть пророчица, которая уже несколько лет пророчествует в церкви, но у нее нет умножения, знания. Я говорю, дай мне несколько вариантов ее пророчества, я посмотрю, на каком она уровне. Она дала мне целую тетрадку, толстую, списанную, наверное, 90 листов. Это тоже один из признаков обольщения, потому что непрестанный поток информации происходит от лжепророческого духа. Дух Святой дает нам конкретные указания. Когда я просмотрела эту тетрадку, я выяснила там несколько фраз, на которые обратила внимание. То ли, то ли, например, там была фраза, пастор то ли снимет группу прославления, то ли уйдет, пастор то ли сделает это, то ли сделает то, то ли он этого поставит старшим вместо себя, то ли того. Дух Святой всегда знает, что произойдет. У него ясность, конкретность и четкость. Вторая фраза, на которую я обратила внимание, в конце этой тетрадки была информация. Это тайна для вас двоих. Вы никому не распространяйте. Вы особо избранные сосуды. Это явный признак обольщения. Я пожелала встретиться с этой пророчицей. Когда я долгое время проводила с ней аудиенцию, выяснилось, что она не посещала никакие курсы экстрасенсов, нигде не залезла в оккультизм. И я была удивлена. Дух Святой, почему на ней лжепророческий дух? Почему через нее идут лжепророческие изъяснения? Я просто взмолилась. Дух Святой, дай мне откровение. В личной практике, через собеседование, я не могу найти почвы для этого лжепророческого духа. Дай мне откровение. Какой это дух? Дух Святой сказал мне, это дух вещунский. Это было для меня новое слово. Когда я дальше беседовала с ней и уже хотела досконально выяснить ситуацию, я спросила, ну хоть по какой-нибудь причине ты ходила к какому-нибудь экстрасенсу? Может быть, не училась, но может быть, ты тетрадку свою носила? Она говорит, да, ходила. Я говорю, зачем? Этот экстрасенс хотел познакомиться с моими дарами. Он хотел посмотреть, как я пользуюсь автописанием. Я была в ужасе. Автописание это сильнейший дух, владеющий человеком, который отключает его, вводит его в экстаз и автоматически рука этого человека пишет текст, который через него описывает дьявол. Даже не нужно думать, не нужно функционировать, не нужно использовать свою волю. Человек находится в экстазе, а дьявол пользуется рукой человека и пишет текст, который потом называется пророческим откровением. Люди настолько не имеют опыта, что попадают вот такие страшные ловушки. Эта женщина служила много лет пророчицей в церкви, являясь на самом деле действием, являя на самом деле действием сатанинских сил. Я расскажу еще один случай. Когда я была молодая, к нам приехала девушка с Кавказа и она сказала, что у нее дары откровения. Но мы были еще не настолько опытные, как сегодня, и мы были очень любознательны. Мы хотели знать, что же Бог скажет через нее. Мы задавали ей разные вопросы. Даже такие смешные, кто родится у того или у другого. Это, конечно, гадательный вариант. Сейчас мы такими детскими шалостями не занимаемся. Но тогда нам было интересно. Это такой же вариант. Свет мой зеркальце. Скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее. Поэтому мы начали задавать вопросы о нашей судьбе. За кого этот замуж выйдет, кто на этом женится. Это была чистейшая глупость. Сейчас смешно выглядит такая ситуация. Но на тот момент нам было интересно, что же скажет нам Бог. Конечно, Бога там и близко не было. Когда все эти ситуации не оправдались, когда эти откровения не оправдались, я стала разговаривать с ней глубже и спросила, как ты получаешь откровения? Она сказала, я слышу два голоса. Один говорит в правое ухо, другой говорит в левое ухо. Иногда я вижу два ангела. Один белый ангел, один черный ангел. Но я стараюсь слушать белого ангела. Я думаю, какое обольщение. В Слове Божьем написано, что даже ангел сатанинский может принять вид ангела света, может преобразиться, может реформироваться для того, чтобы привлечь внимание и показаться божественным посланцем. Как же нам отличить истинное от ложного? Мы будем рассматривать стратегию и тактику духа лжи. Многие, опасаясь обмана, избегают даров. Но если страх быть обманутым контролирует нас, то можно сказать, что мы уже обмануты и враг достиг своей цели. Чаще всего те, кто не учатся использовать истинные дары, попадут в сети ложных. Лютеране, католики отвергли дары Святого Духа, зато в своих семинариях они учат студентов медитировать по йоге. Православные вовсю занимаются оккультизмом. Многие баптисты, пятидесятники и харизматы, опасаясь обманчивых даров, сами открывают дверь обману. Они используют психологические трюки, народное целительство, массажи с духовными элементами китайской медицины. Теперь я расскажу случай, который меня непосредственно касался, когда я была молодая. Лет 17 мне было, к нам приехала массажистка с Кавказа. Она всех массажировала сначала у баптистов. Мы думали, что она баптистка, она купила там дом. Потом постепенно она перебралась к нам в пятидесятническую церковь. Когда я повстречалась с ней, разговаривала, помогала ей сажать тюльпаны, я сказала, зачем я буду ходить к вам на массаж, платить вам деньги, у меня часто болели ноги. И я решила, что я сама научусь простому механическому движению через нее. Она сказала, нет, ты не можешь массажировать, как я. У меня особая духовная чувствительность в пальцах. Я думаю, как это особая духовная чувствительность? Один человек на тысячу такой имеет чувствительность, объяснила мне она. И тут в длительном разговоре выяснилось, что она однажды была в Германии. Она немка, вероятно. Она была у своей сестры, и на богослужении у этой сестры церковь, собрались где-то 10-15 человек, молились раковой больной, у которой вся щека сгнила. Они так сильно молились, и пришло такое помазание Духа Святого, что эту нашу массажистку трясло, как под электрическим током. Она просто прыгала на стуле. Она так испугалась такого явления, что вышла из комнаты. Когда она вышла из комнаты, ее больше не трясло. То есть ее трясло только при воздействии Святого Духа, потому что внутри жили силы тьмы. И они реагировали на «Я заподозрила фальшь. Я сказала, так не может быть у христиан. В присутствии Святого Духа вам становится плохо?» Потом мы много разговаривали с ее сыном, он тоже приехал вместе с ней. И сын заявил, изучая китайскую медицину, «Я лечу энергией солнца. Я уже в седьмом поколении маг. Но удивительно, что этот сын был членом пятидесятнической церкви. Никто не раскапывал глубины проблем, которые пребывали в нем». Их невестка, которая происходила из Баптистской церкви, где-то со Средней Азии, она сказала, «Я тоже имею духовную силу. Я говорю вам результаты последующих собеседований». То есть это знание или выявление в процессе лет выявилось. Потом эта невестка стала целителем народным. Она сейчас живет в Германии. Она окончила курсы целительства народного. И она мне рассказала такой секрет. В 13 лет она получила силу через рукопожатие одного местного азиатского шамана, который сказал ей, «Девочка, я вижу, у тебя большую власть, давай я передам тебе целительские способности». Так как она была у баптистов, она совсем не могла распознать, что через рукопожатие не передаются божественные дары. Духство непосредственно имеет дело с нами, и она приняла это за божественную силу. Поэтому в ее существе, в ее сознании жило желание целить народными методами. Из-за этого она закончила медицинские учреждения, и люди не могли впоследствии распознать, откуда источники ее целительских способностей, так как она уже являлась врачом натуропатом. И все члены этой семьи окончили медицинские учреждения. Для чего? Для прикрытия своих духовных наследственных способностей. В этом такая опасность. Мы доверяемся врачам, мы доверяемся массажистам, мы думаем, что все чисто и свободно, но мы должны быть очень внимательны, когда мы попадаем к массажистам, которые по наследству получили свои способности, дары или массажисты с унаследованными духовными силами. Минимум восемь раз я встретилась с такими массажистами в разных церквях. У них также знания сверхъестественного порядка. К нам с Риги однажды приехал массажист, это было лет восемь назад. И мой муж говорит мне, хочешь на массаж, очень дешево, ты любишь массажи. Я говорю, да, конечно, с удовольствием. Давай поедем, мы назначили термин, мы назначили встречу. Как сильная тревога, такая внутренняя боль, мой дух как бы кричал, не едь, не едь. В день встречи в душе поднялась буря протеста, тревога сменилась сильными сигналами беспокойства и опасности. Но мы все-таки поехали, мы с мужем выехали, и в дороге я получила такую внутреннюю душевную боль, я сказала, Толик, я не буду ехать к этому массажисту, мой дух кричит, нет, мой дух требует, вернись, вернись, вернись. Я настояла, и мы вернулись. Моя сестра Ирина Линик тоже поехала на посещение к этому массажисту, желая принять несколько сеансов массажа. Она полчаса, имея точный адрес, ездила вокруг этого дома и не могла его найти. Дух Святой просто сокрыл от нее этот дом, чтобы защитить ее от влияния бесовской силы. На тот момент мы не знали, что в нем действует бесовская сила, потому что он был член Пятидесятнической церкви одной из церквей Риги. Я решила раскопать корни проблем, почему Дух Святой поставил нам препятствия на пути. Я пошла к его родственнице и выясняла их родовую, родословную. Женщина рассказала мне, что его дед был целителем высокого класса. Во время войны, когда он воевал, и он проходил через поле раненых солдат, он имел такую высочайшую чудотворную способность, будучи совершенно неверующим, что если он видел, что воин еще чуть живой, у него оторвана рука или нога или сильно повреждены мышечные слои, тогда он подходил к этому человеку, проводил рукой, представлял ему руку или ногу, и рука и нога тут же срасталась. Это сила чудотворения, бесовского происхождения. Он ничего не знал о Боге, не был крещен Духом Святым, не имел рождения свыше. Потом его дочка покаялась и тут же у нее проявился дар видений. То есть наследственные действия сверхъестественного порядка пошли по роду в следующее поколение, в следующее поколение, в следующее поколение. Таким образом я выяснила, хотя они потом пошли к пятидесятникам, но та церковь, возможно, не имела практики и не обучали людей, как различать духовные действия божественного порядка и демонического порядка. И в этой церкви он был принят, и эта женщина со своими обведениями была принята как человек с великими талантами массажа. На самом деле там были корни духовных проблем. Так что мы должны быть внимательны и вопрошать Господа, когда мы идем к кому-либо из врачей, потому что часто Дух Святой может вас остановить, если эти врачи связаны с духовными силами. недавно я встретила массажистку баптистов. Я повела туда свою дочку, потому что мне рассказывали, что это специалист высокого класса и она может поднимать опущенные органы. Так как у моей девочек что-то болело, я решила посетить эту верующую христианку, женщину-баптистку, которая всю жизнь была баптисткой с самого детства, может быть, лет с 10-12. Я много вопросов задала ей. Я люблю исследовать ситуацию. «Копай в корень» есть такая книга. И я спросила, откуда у нее такие высокие способности? Училась ли она на массажистку? Она сказала, да, я училась. Но понимаете, женщина, у меня эти способности с детства. Я сказала, с какого детства? Она объяснила, что ее бабушка тоже была массажистка. Конечно, часть знания могла передать бабушка через опыт и практику. Хотя эта женщина идеальный костоправ, и бабушка ее была идеальный костоправ, не подкопаешься, ведь она член церкви всю жизнь. Но она сказала мне, что с шести лет она получает знания где-то внутри себя. Она не может определиться, где приходят знания, в чреве или в разуме. я говорила, как эти знания приходили. Она начала хвастаться. Вы знаете, даже когда бабушка не могла справиться с проблемой и были трудные роды, мне внутри приходили знания. Шести лет я подсказывала бабушке, как произвести освобождение застрявшего ребенка. Как может маленький ребенок, шестилетний, знать такие тонкости, как принятие родов? Она ведь не акушерка. Бабушка имела богатый опыт и некоторые действия не знала, как произвести. Девочка шестилетняя, получая откровения с духовного мира, давала ей точную информацию, какие диагнозы, какие действия нужно произвести. Конечно, это прорицательский дух. Но люди никогда не раскопали этот источник, и потому она пользовалась преспокойно своими знаниями. Я спросила ее, как вы опознаете диагноз? Ведь вы не врач, вы просто массажистка. Она объяснила мне, что у нее есть особенная тактика, которую никто не знает, и об этом она никогда не рассказывает. Я убедила ее, чтобы она рассказала мне, как она включает действие духа откровения в себе. Она сказала, я вожу три раза по часовой стрелке вокруг пупка, и когда я произвожу эту форму действия, во мне включается знание, диктует голос, что мне делать и какая у этого человека болезнь. На самом деле, люди, многие христиане попались в ловушку этой массажистки, поэтому после массажа я призвала кровь Иисуса Христа на свою дочку и разрушила дела дьявола. Я тоже была на массаже, к сожалению, и мне пришлось молиться от освобождения, от влияния от этого демона, который применил свои усилия, чтобы массажировали меня. Еще один пример. В церкви моего мужа была старая бабушка, Бабуся, Костоправ. Мой муж раньше был в церкви баптистов, то есть пятидесятники и баптисты были в одном здании и собирались в одном богослужении. Баптисты не слишком разбираются в источниках духовных сил, к сожалению, пятидесятники частенько тоже. В их церкви баптисты были вместе, ей войну, в общем, а он рассказал за одну бабушу, которой войну, явился ангел и сказал, «Даю тебе дар Костоправа, ты сможешь зарабатывать на жизнь и не умрешь с голода». Она поверила, что этот ангел был от Бога. Она массажировала в церкви всю свою жизнь. Те, кому она помогала, пострадали, так что впоследствии нам пришлось молиться за освобождение этих людей от бесовского влияния, произведенного через эту бабусю. «Я выяснила, как она умирала. Она умирала очень тяжело, как умирают колдуны. Автокран поднимал крышу дома, чтобы она могла испустить дух, чтобы дух ее покинул тело. Это серийные варианты смерти колдунов и целителей. Они не могут умереть просто и легко, им нужно содействовать. В этом случае был нарушен главный и важный библейский принцип – даром. Даром получили, даром давайте. Если мы берем деньги за пророчество, за исцеление, за какие-то другие виды духовного действия, мы грешим. Мы не имеем права торговать Божьей благодатью. Поэтому я всегда говорю, я не желаю никакого пожертвования за пророческое служение, потому что я не хочу потерять благодать Божию. Многие евангелисты, не имея крещения Духом Святым или противе дарам, попадают в дьявольскую западню прорицателей, так как не могут развязать семейных узлов или не могут избавиться от душевных и духовных болезней. Они начинают искать светских консультантов, психиатров, использующих откровения из бездны. Часто люди попадают на встречи к саентологам. Я недавно получила звонок с Америки одной женщины, которая тоже попадала на эту встречу. Желая освободиться от демонической зависимости, она попала еще в большую западню, потому что не могла разобраться, откуда происходят откровения и что это за личности. Она думала, что это церковь, и поэтому доверилась им. На самом деле саентологи не являются церковью. Это тоже форма душепопечения, как бы психологическая разгрузка, но божественного влияния там нет, а демоническое есть конкретно выраженное. Часто люди приходят, христиане приходят на душепопечение к консультации душепопечителей рейки. Это тоже духовная наука, совершенно не связанная с божественным источником. Это конкретно демоническая наука, она похожа на Нью-Эйдж. Там та же система, что в Евангелии, но это все фальш, это все подделка. Например, у них есть очищение сердца от грехов, они называют свои грехи и отрекаются от своих грехов. У них есть откровения через ангелов, которые кажутся им белыми, но на самом деле это ангелы тьмы, потому что с Евангелем они ничего общего не имеют. У них есть имитация изгнания бесов, они называют бесов и разными ритуалами изгоняют этих бесов. Они даже заклинаниями изгоняют бесов, то, что делали семь сынов скевы. Мы в Евангелии читаем этот случай. Они видят видение, ореолы и вибрации, но все это имитация, все это производят демоны. Так что если вы были где-то задействованы и были у саентологов или проходили душу попечения у рейки, отрекитесь от этого. Однажды мы молились за одного крупного руководителя этого движения рейки. Когда поднимало над землей на 50 сантиметров, он поднимался и падал, поднимался и падал. Его так трясло, что он вибрацией ходил по всему залу. Это происходило в нашем зале дома. И я была очень удивлена, какая власть мы у этих людей, потому что они не только попали в западню, они многих людей ввели в бесовское действование. Итак, нам нужно быть внимательным, нет ли у нас демонической наследственности. Часто люди, не разбираясь в духовных источниках, попадают в западню бесов. Я расскажу еще один случай. Я говорила, что сегодня я буду говорить очень много примеров, потому что через примеры мы можем увидеть собственные проблемы. Я люблю собирать травы. Это мое хобби. Однажды, когда я собирала почки березы весной, я находилась недалеко от рощи. Это было пару лет назад, даже, наверное, год назад. Я находилась недалеко от рощи, отдельная березка стояла на поле. И Дух Святой привлек мое внимание на мужчину, который бродил по роще. Я думаю, что он там ходит. Выглядит так, что он чего-то ищет, он как-то обеспокоен, хотя где-то расстояние 100 метров было от моей березки до рощи. Он стоял у обрыва скалы. Я думаю, пахнет самоубийством. Я начала тревожно наблюдать за его движениями. И действительно, он как-то смущенно смотрел вдаль, метался, пошел к одному дереву, к другому дереву, смотрел на деревья. Я думаю, не хочет ли он повеситься. Я забеспокоилась и пошла в ту сторону. Мужчина увидел, что я наблюдаю за ним и стал уходить вглубь роще. Я догнала его и крикнула, мужчина, подождите. Он нес сумочку, и я подумала, что он или ты теперь ему скажешь? Женщина догоняет мужика в лесу. Я подумала, я знаю, что мне сказать? Я приглашу его в церковь. Это самый хороший метод евангелизации. Он спросил, что вы хотите? Он был очень нервный. Я говорю, я хочу вас пригласить в церковь. Он говорит, а я пойду с вами. Тут я остановилась. Вы даже не знаете, куда я вас приглашаю, и вы сразу соглашаетесь. Он сказал, да, я пойду в любую церковь. Я посмотрела ему внимательно в глаза и говорю, мужчина, вы знаете, что вас сильно преследуют бесы? Он говорит, я знаю, а вы откуда знаете? Я сказала ему, что я уже более 20 лет экзорцист. Я служу в служении освобождения в своей церкви, и поэтому у меня есть опыт. Я вижу демоническую власть над человеком. Он сказал мне, да, я начала спрашивать его о бабушке, о дедушке, о ситуации, которая у него в жизни происходит. Он объяснил, что он потому и находится в лесу, что постоянно к нему приходит определенный дух, садится ему на грудь, разговаривает с ним, душит его, и он так устал от собеседования с бесами, что готов уйти из жизни. Когда мы пошли к машине, я объяснила ему, что я сейчас помолюсь за него и запрещу этому духу приходить к нему в квартиру. Я отдала ему несколько дисков, помолилась за него с возложением рук на стоянке и поговорила, с ним, чтобы он пришел к нам в церковь. Но он в церковь не пришел, потому что из-за того, что я запретила духу нечистому приходить к нему в квартиру, тревожить его, этот дух перестал приходить к нему в квартиру. Ему стало легче, и он посчитал, что ему не нужен Иисус. Он сказал мне, я православный, и поэтому я боюсь пойти к вам в пятидесятническую церковь, я боюсь изменить свои веры. Я объяснила ему, что твое православие не помешало бесам держать тебя в плену. Как видишь, тебе нужно рождение свыше. Я постаралась пояснить ему суть Евангелия в двух-трех словах, и мы расстались. Прошло длительное время, он мне не звонил, и я потеряла его телефон. Потом я стала молиться, Дух Святой, побуди его сердце позвонить мне. Мне в сердце пришла тревога, что он хочет повеситься. Так как я в процессе времени молилась за него время от времени, Дух Святой побудил меня позаботиться об этой душе. Я молилась целые сутки усиленно, Дух Святой, побуди его позвонить мне. Точно на следующий день он мне позвонил. Я сказала, в чем проблема? Мне Дух Святой побуждает молиться о тебе, потому что, вероятно, ты хочешь уйти из жизни. Он говорит, так точно и есть, потому я к тебе позвонил. Я в полном истощении душевном. И объяснил ситуацию, что настолько сильно бесы взяли над ним вверх, что он уже не может справиться с собой. Мы договорились о встрече, но и в этот раз встреча не состоялась. Что-то ему воспрепятствовало. И прошло еще некоторое количество времени, он не приехал на собрание, я опять стала молиться о нем. Где-то месяца три спустя опять ко мне пришла сильная тревога. Я не могу догонять человека, он должен принять решение, пойти на путь Христа. Я могу ходатайствовать о нем. Я молилась, и он опять позвонил мне и сказал, Неля, в этот раз мне экстремально нужна помощь. Бесы меня просто убивают. Я говорю, не откладывай ни минуты, прямо сейчас приезжаешь ко мне. Я была дома одна, я позвонила своей подруге, чтобы она приехала, и когда этот парень прибыл, мы начали молиться о нем. Мы объяснили ему суть Евангелия о покаянии. Он не мог даже открыть рта, чтобы покаяться. Его челюсть исковала, хотя он говорил, я православный. Я покаялся в православной церкви, я люблю Бога, я служу Богу с семи лет, я постоянно с Богом. Я говорю, если ты постоянно с Богом, почему ты настолько связан бесовскими силами? Значит, ты живешь в самообмане, значит, нету Бога в твоей жизни. Ну как же, я исполнял все традиции, ритуалы православной церкви, я всегда молюсь. Он сказал, я молюсь с семи лет, у меня были трудные житейские обстоятельства, жесткость со стороны отца, и поэтому я взывал к Богу с детства. Но папа научил их определенному заклинанию, это была семейная традиция и семейная духовная власть. Он сказал, дети мои, когда вы заходите кому-то в семью, говорите такое заклинание, мы волки, вы овцы, мы вас возьмем и съедим. И он пользовался этим заклинанием всю жизнь, и поэтому демоническая власть усилилась в его жизни, у него и так была открытая дверь по наследству, потому что папа тоже занимался оккультизмом, и поэтому демоны по наследству перешли в него. Но он усилил власть тьмы, потому что сам открыл дверь для демонического мира. Он очень сильно изучал Писание, но не мог ни в чем разобраться, он много читал Евангелие. И вот, когда ему было 21 год, постоянно посещая литургии, церковные встречи, он вдруг увидел в видении красивого человека с длинными волосами, который сказал, я, Иисус, следуй за мной. Он поверил, что это правда, но это была совершенная фальшь. Ему явился дух ведун, который обманул его и представился Христом, но это был лжехристос. Он поверил и начал исполнять условия того демона, который разговаривал теперь с ним, вышел на контакт и всегда руководил им. Этот демон научил его выходить в астрал. Таким образом, когда я встретилась с ним, он уже 20 лет путешествовал в Астралию. Этот демон водил его в ад и хотел его там оставить. Как бы, можно сказать, он был в преддверии ада. И этот парень сказал, я просто вскричал, Бог, если ты есть, выведи меня отсюда. Он сказал, если бы у меня было тело, невозможно было выдержать те ужасы, те крики, тех страшнейших демонов, которые предстали там перед моими глазами. Я бы умер с перепугу, но так как я был вне тела, я выходил своей душой в астрал, то я не мог умереть. И когда я так вскричал, Бог, помоги мне, выведи меня отсюда, спаси меня, я почувствовал, что на мою голову легла какая-то рука, которая магнитом вытянула меня из ада. Говорит, много раз в духовном мире я встречался с разной категорией бесов, которые требовали принять участие в обучении в духовном мире. Он объяснил, что духи, которые выходят из своего тела самопроизвольно, добровольно, намеренно, те, кто ходят в астрал, они встречаются там в пространстве, демоны обучают их, как вредить людям. Он объяснил, что они ходят в больницы, убивают людей совместно с демонами. То есть духи содействуют уничтожению, разрушению, потому что цель дьявола украсть, убить и погубить. И люди нечестивые, которые верят этой лжи, думают, что они творят что-то великое, на самом деле они разрушают вместе с демоническим миром. Они идут на автобаны, на автострады, там устраивают аварии, они идут к больным людям, они приходят к спящим, внушают им в голову разные мысли, даже содействуют нечестивым, устрашающим снам. Так что ужастики, которые некоторые люди видят во сне, страшные фильмы ужасов, происходящие во сне, часто могут быть и под влиянием демонов, и под влиянием соучастников. Мы объяснили ему, что если он не покается, он не может быть освобожден, он не мог покаяться, он не мог открыть рот, его челюсти сковал сатана. И тогда мы запретили этому духу зла, который держит над ним абсолютную власть, чтобы он отпустил его рот и разум, чтобы он мог произнести слова покаяния. Как только сатана оставил его, он смог произнести глубокие слова покаяния. Мы объяснили ему, что без глубокого покаяния не будет освобождения. Он настолько был истерзан силами ада, что согласился, что только Бог ему может помочь, и он покается. Когда он покаялся, мы молились в процессе где-то часа и сгоняли разных демонов, которые Бог открывал нам. Но также и он говорил, чем он занимался, и из-за его оккультной практики мы понимали, какой род демонов мог иметь влияние на его жизнь или находился в нем. Так что процесс где-то продолжался час. Потом моя подружка ушла. Я сказала, из-за морали и нравственности нехорошо, чтобы я молилась за тебя одна. Поэтому давай поедем к моей другой сотруднице Галине. Это было в нашей деревне, а мы находимся 40 километров от Оснобрюка. Давай поедем к моей подруге Галине. Она тоже молится за освобождение со своим мужем. Он, может быть, будет играть нам прославление, что усилит присутствие Духа Святого, а мы будем молиться о тебе. И демон сказал через него, да вы и впятером меня не выгоните. Я такой сильный. Меня это так возмутило. Как ты, дьявол, имеешь право открывать рот на меня, Божьего служителя? Как ты противостоишь силе благодати, которая во мне? Как ты унижаешь кровь Иисуса Христа, которой я покрыта? Я сказала ему, Сатана, за то, что ты восстал на Божьего служителя, я никуда не уйду, пока я сама тебя не выгоню. И я просила откровения. Я сказала, Дух Святой, дай мне откровение. Что это за наглый дух, который так надменно со мной разговаривает? И Дух Святой сказал мне, это Дух Антихриста. Поэтому мне пришлось воевать с Духом Антихриста, пока он не вышел. Он очень много выдыхал. И там были разные признаки освобождения, крики, рвотные элементы, слюни, сопли и так далее. И Дух Святой сказал, следующий главенствующий дух, который держит его, это Дух Змеи. Он поклонялся Духу Змеи. Когда этот дух был назван и обнаружен Духом Святым, этому парню стало настолько плохо, у него появились рвотные ощущения. И он просто широко раскрыл рот, я приказывала, чтобы эти бесы выходили. И он физически, движениями, руками, вытягивал этих бесов из своего рта. Конечно, процесс и картина не очень приятные, но мы уже привыкли к служению освобождения и разным формам изъявления бесовской активности. 15 минут он вытаскивал из себя змей. Он сам говорил, сколько их у меня, я уже устал, я уже задыхаюсь. Но сколько он служил демоном, столько демонов, и взорвалось в его естество. И Господь освободил его. Потом мы поехали к Галине, пообедали, и дальше продолжали процесс освобождения. Дух Святой говорит мне, у него оборотень, один из ведущих демонов. Я спросила его, в какого духа он превращался, оборотень. Этот демон использует многие колдуны на Руси. Это очень приемлемо было на Руси и на Украине, что колдуни, колдуны превращались в разного рода животных. Я объяснила ему, что есть дух волкодлав, это дух оборотень, и дух бериндей, это из русских сказок, если вы знаете, дед бериндей, живущий в лесу и превращающийся в медведя. Он сказал, что он превращался в волка. Как только он подходил к лесу, он ощущал, что на нем вырастала шкура, шерсть и так далее. И демоны предлагали ему использовать власть физического мира. Демоны предлагали ему разрывать людей, превращаясь в волка. Но имея характер все-таки добрый, доброй натуры, он сказал, я отказался, я сказал, я не хочу полностью становиться волком, я не хочу разрывать людей в лесу. Таким образом, он как бы ощущал на себе вот эту сущность волчью, но не становился полностью волчьей натурой. Это просто было демоническое изъявление. И мы изгнали этого духа. Еще очень много демонов Дух Святой открыл нам. Я не буду это рассказывать, потому что это длилось несколько часов. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на обман, который находился в этом человеке. Он был уверен, что его сопровождает Иисус. И только впоследствии, когда его демоны завели в ад, он понял, что это не Иисус. И начал искать помощь. Однако прошло уже 20 лет полнейшей демонической власти над его существом. У него также был дух, который называется тантемное животное. Дух, который выполнял его желания и прихоти по заказу. У него был кот, который постоянно разговаривал с ним и выполнял его желания, приносил деньги, когда ему надо, организовал ситуации, в которых он был заинтересован, и так далее. У него была женщина, как бы сказать, прекрасная дама, которая сопровождала его в духовном мире постоянно. Она целовала его на ночь, она предъявляла ему свои интересы сексуального порядка. Так что этот человек был обманут. И мы знаем, что в духовном мире есть духи, которые называются суккубы и инкубы. Это духи сексуальные, которые могут использовать людей для своих интересов. И люди обманутые не могут освободиться от них, пока на помощь не придет Бог, Иисус Искупитель, и освободит их от этого обмана власти тьмы. Некоторые христиане используют христианскую этику. Христианская этика – это тоже бесовская наука. Я не имею в виду этику, которую мы изучаем в библейских школах, когда мы изучаем этику поведения человека, культуру и мораль. Я имею в виду этику христианскую, как науку. С этой наукой я встретилась в Сибири, когда была миссионерка. Я разговаривала с ними, выясняла их суть действия. Оказывается, они тоже делают список грехов, они тоже учат простить обидчиков, они тоже учат изгнать негативную энергию из человека, но они совершенно отрицают Духа Святого и кровь Иисуса Христа. Так что это обманщики. Можно сделать вывод, что Бог допускает существование плевелов, имея определенную цель – научить нас отличать истинное от ложного. Я расскажу еще один пример. Там же в Карелии, когда я находилась в гостях, мне рассказали, что здесь есть женщина, которая покаялась в нашей церкви, и даже кто-то из пасторов молился о ее духовном крещении. Не знаю, приняла ли она Духа Святого, или в ней уже жила имитация. Не знаю, я не встречалась с ней, но я только расскажу факты, с которыми я встретилась в этой церкви. Когда она уехала из этой церкви, в свой город, в котором она жила, мне сказали, что она искренне показалась, ну, как выглядела, по крайней мере. Когда она уехала в свой город, она даже приняла водное крещение. В ней обнаружились целительские дары, целительские способности. И она начала целить людей. Она, как пятидесятница, или считая себя пятидесятницей, ходила в косыночки, не носила никаких украшений, и вела такой видимый, скромный образ жизни. Но люди, которые приезжали к ней за ее целительской помощью, говорили мне, она ходит в косыночки, всех гостей принимает муж, усаживает за стол и говорит, у нас во дворе стоит колодец с целительной водой. Дух Святой открыл нам, что вот в этом месте была жила целительной воды, и поэтому мы выкопали колодец. Поэтому, дорогие гости, все пейте эту целительную воду, и вам станет лучше. Но от целительной воды люди только получали демоническое влияние, потому что никак с Духом Святым это откровение не было связано. Муж угощал чаем. Когда же человек проходил к ней на сеанс, иначе я назвать не могу, хотя она говорила, что я лечу Божьей силой, но там и близко не было Божьей силы. Она проводила рукой по позвоночнику, это хиропрактика, и сразу выдавала точнейший диагноз. Так что к ней приезжали люди из Ленинграда, из Москвы, из разных концов России, зная, что это идеальный целитель и точнейший костоправ, и она точно скажет диагноз. Одна из молитвенников этой церкви решила покончить с этой ложью, которая прикрывается вуалью Пятидесятнической церкви, и тем более их церкви. Она говорила, я там-то и там-то член церкви. Поехала к ней навстречу, чтобы разоблачить действия этого ложного дара. Но муж ей тоже предложил этот чай. Дело в том, что она сделала ошибки. У нее не было молитвенного щита. Никто не молился о ней. Она не призывала кровь Иисуса, когда поехала туда, и у нее не было посланничества. Ей нужно было вступить в битву с большим, сильным, действующим духом тьмы поднебесной. И она не осознавала опасность и последствия, результат этой встречи. Когда она выпила этот чай, ей стало очень плохо. В желудке зажглась сильнейшая боль. Но все-таки она встретилась с этой, так сказать, целительницей, которая называла себя Пятидесятническим служителем, и поговорила с ней, объяснила, что ты действуешь не от Божественного Духа. Та женщина сказала, не лезь не в свои дела, я сама знаю, что я делаю, и у меня Божий Дух, и ты не подвергай меня сомнению, и не мешай мне умножать клиентов. В общем, ничего не договорившись, через большое напряжение в разговоре, она ушла из этого дома. У нее начались такие, усилились боли в желудке. Как только она вышла из дома, у нее началась такая рвота. И хорошо, что этот святой чай вылился из ее кишечника и не отравил ее. И ей было несколько дней очень плохо. Так что, дорогие братья и сестры, будьте внимательны, когда вы ходите на сеансы к каким-то якобы целительским, пятидесятническим, баптистским служителям. Всегда изучайте корни, как пришел дар. Если этот человек не рожден свыше, не имеет крещения Духом Святым, не член церкви, изучайте, нет ли какого-то наследственного Духа, какой-то силы, какой-то творческой способности, которое пришло через поколение, или которое дали ангелы, ведуны или еще какие-либо демоны. Мы должны быть очень внимательны, чтобы не попасться во власть тьмы. Давайте рассмотрим и еще раз вспомним, для какой цели служит истинное пророчество. А значит, ложное служит для противоположной цели. Итак, Откровение Божие созидает, научает, мотивирует, ободряет, утешает, указывает направление и стратегию действия. Откровение Божие обличает, корректирует, вразумляет, скрывает ошибки с целью исправления и покаяния. Цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Цель же пророческого Духа обольстить, то есть привлечь лестью, скрывая истинную сущность его характера, указанную Христом в 10 главе Иоанна. Враг пришел украсть, убить и обольстить. Как? Через лесть, через симпатичные идеи, через симпатичные действия, через доброту видимую. Исцеление – это видимая доброта, но корень может быть ложь. Лесть – это обольщение, это ширма, надутая реклама, за которой стоит обман. 2 Фессалоникийцам 2-3 написано «Пусть никто не обольстит вас». Ефесянам 5-6 написано «Никто да не обольщает вас пустыми словами». Иеремия 23-32 написано «Пророки ложных слов вводят в заблуждение». В лжепророчестве имеются ярко выраженные пункты нарушения божественных принципов. 1 Тимофея 4-1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским». Обман, обольщение, дух вещунский, спиритический, прорицательский тоже могут действовать через христиан, которые не получили освобождение от наследственности. Давайте рассмотрим предпосылки для действия духа заблуждений. Первое – неочищенный сосуд. Контакт с духом жив в прошлом. Наш дух обновляется через покаяние и рождение свыше. Но с демонами, которые живут в теле, нам надо разобраться. Посмотрите, пожалуйста, Колоссянам 1-22 «Иисус примирил нас и сделал нас дух совершенным». Евреям 10-14 «Он сделал совершенными освящаемых через кровь Иисуса Христа. Но тело и душу надо обновить через Слово Божие, подчиниться Божьему Слову». Римлянам 12-2 «Грех теряет власть над телом через водное крещение». Но нам надо освободиться, освободить свой храм от скверной плоти духа. Очистите себя от свякой скверной плоти духа. Разберитесь со своими греховными наклонностями и привычками. Умертвите их, Колоссянам 3-5 «Учения бесовские, духовные философии вдохновлены демонами, заряжены духом зла. И прикосновение к этим наукам представляет демонам возможность вторгаться в разум, в душу человека, низводит проклятия». Божие же писания Бога вдохновенно Тимофея 3-16 «Традиции, учения, действия, связанные с духом и тьмы, поражают, уничтожают. Покаявшиеся должны отречься от оккультных знаний, от оккультной практики и освободиться от их власти, чтобы впоследствии не было мешанины ни в разуме, ни в душе, чтобы дух обольщения лжи не владел мыслями и волей. Дух Святой вселяется в наш дух, демоны пытаются арендовать тело и душу». Я назову некоторые духовные науки, из-за которых стоит пройти освобождение. Если вы сталкивались с вещунами, можете посмотреть Тарасосаконие 18 глава, но я назову в современном варианте, современный титул. «Вещуны, гадалка, волшебники, маги, ясновидящие, спиритисты, медиумы, йоги, жрецы, экстрасенсы, гипнотизеры, эзотерика, левитация, трансформеры, оборотни, астральные связисты, шептуны, масоны, гуру, каббалисты, астрологи, ворожеи деревенские, прорицатели деревенские, целители, деревенские знахари, веды, то есть ведовство, шаманство, друиды, паракинезия, лазоходство, анимисты, то есть поклонение бесам, стигматы, поклонники Вуду, что очень часто встречаются в России и на Украине, эти культ Вуду приносят очень сильные проблемы. Так как у меня время очень осталось мало, я назову вам только варианты обольщения, и вы можете найти эту же тему в полном варианте на странице «Практическое душепопечение» в Ютубе. Итак, что мы можем встретить в обольщенных пророках? Мы видим самовозвышение. Я не буду рассказывать сейчас комментарии и примеры, я только назову признаки проблем. Самовозвышение – это частый признак обольщения. Второй пункт. Дух лжи требует послушания, полного подчинения и абсолютного согласия. Третий пункт. Манипуляция и насмешка. Мы должны быть очень осторожны, если в пророчестве есть манипуляция и насмешка. Четвертый пункт. Угрозы, устрашение, сплетни. Бог никогда никого не устрашает. Пятый пункт. Детальные указания на каждый день, на неделю. Это тоже манипуляция, подкрепленная часто словом из Библии. Бог дает конкретные указания, а не напрягает людей. Итак, угрозы, устрашение, сплетни. Остерегайтесь. Шестой пункт. Явный признак обольщения, поток непрестанных откровений. Будьте осторожны, если вы увидите исписанные тетради. Седьмой пункт. Явное противоречие ранее сказанного откровения или указания. Дух Святой никогда не противоречит сам себе. Восьмой пункт. Явно выраженное противоречие слову Писания и Духу Писания. Девятый пункт. Дух заблуждения может использовать Слово Божие собственными комментариями. Будьте осторожны. Десятый пункт. Есть предположения в поведении человека или предполагаемой ситуации. Берегитесь этого. Десятый пункт. Одиннадцатый пункт. Дух заблуждения заводит в тупик, указывая на проблему и ее безвыходность. Предположения в поведении человека часто встречаемая проблема. Двенадцатый пункт. В поведении обольщенного есть неестественные действия. Господь предупреждает нас, чтобы мы были очень внимательны, когда мы встречаемся с такими формами проблем. Откровение облачено тайной. Это особая важная проблема. Дается особое важное задание. Будьте осторожны, если вы получите какое-то важное задание. И Дух предупредит вас, только никому ничего не рассказывайте. Итак, дорогие телезрители, я благодарна Богу, что мы могли быть с вами на связи. Я благословляю вас и прощаюсь с вами. Пусть Господь утвердит вас. Я знаю, что многие из вас с удовольствием слушают импакт, но так как я не успела изложить эту тему и уже улетаю в Германию, то мы встретимся с вами на ютубе «Практическое душепопечение». Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова